Всем привет! В этом уроке мы с вами будем играть прием свип. С випом будем обыгрывать прогрессию аккордов. Фа диез минор, до диез минор, ре мажор, ля мажор, си минор, фа диез минор, соль маломеньшенной, до диез и тоника. Фа диез минор. Каждый из этих аккордов мы будем обыгрывать трезвучиями. То есть мы не будем добавлять никаких других нот, как только ноты трезвучия аккорда. Ну, за исключением последнего саптаккорда. Там уже немножко по-другому будем играть. Давайте рассмотрим примеры того, как мы это будем делать, как будем глушить струны левой или правой рукой, чтобы пассажики все звучали у вас чисто и хорошо. В самом начале мы с вами играем фа диез минор. То есть это 14 лад. Мы играем его... Смотрите, получается не... Это обыкновенная ампликатура фа диез минора. Вот она у нас с вами, да? Вот. Но, то есть мы можем как играть? Вот терцию вот эту... Вот здесь, да? По сути дела можно сыграть даже такую аппликатурную форму. Но мы будем играть ее не здесь. А вот такую. Значит, смотрите. То есть для того, чтобы у вас звучало чисто, правой рукой, вы вот этим местом постоянно глушите басовые струны. Получается, сыграли шестую струну, перешли на пятую. Все. То есть у вас получается, что шестая струна уже зажата вот этим местом. То есть вы уже заглушили ее. Здесь вы палмют прием глушения ладонью, ребром. Убираете. Оп. И как только касаетесь мизинца, все вот эти струны, которые мы с вами зажимаем первым пальцем, вот. Потому что они дадут некий диссонанс. Оп. Убираем палец. То есть получается... Оп. Потом отсюда мы переходим с вами уже в другой аккорд. То есть это у нас получается до диез минор. Вот. Вот мы его сыграли. Точно так же. То есть здесь чистоту мы с вами делаем с помощью пальцев. Оп. То есть вы поставили второй палец. И кончиком пальца притрагиваетесь к первой струне. В таком случае она у вас не даст никакого лишнего призвука. Иначе будет так. Вот. И у меня опять-таки же ручка громкости выключена. Поэтому не слышно грязи. Вот. Слышите, да? Получается, что дополнительные шумы есть. И при сведении, как раз когда мы сводим гитару, то есть все эти шумы у нас вылезают. Поэтому лучше всего это глушить. Оп. Поставили пальчик. И все. И вот смотрите. Первая струна, она... Вот. Она уже у вас заглушена. Точно так же, когда мы приходим на третью струну, мы с вами ставим палец так, чтобы он касался второй струны. Все. Вторая струна у нас заглушена. Четвертую струну так же ставим палец, чтобы третья струна у вас была заглушена. И получается, что каждый палец... Здесь у нас небольшая растяжка. И вот для того, чтобы у вас не звучала четвертая струна, вы уже правильно думаете, что первым пальцем мы глушим четвертую струну. Вот. То есть пальцем ставим на пятую струну, но при этом у вас фаланга пальца, она у вас идет под таким углом, чтобы она держала у вас четвертую струну. В таком случае у вас четвертая струна не будет звучать. И поэтому будет чисто. То есть получается... Вот. Теперь далее обыграем с вами ре мажор. Тот же самый принцип у нас идет. То есть вот мы сыграли. Здесь для того, чтобы шестая струна у вас не звучала, вы можете сделать так, что первый палец ставите таким образом, чтобы кончик пальца у вас прикасался слегка к шестой струне. Тогда это тоже будет у вас чистота. Оп. Вы сыграли. И опять-таки же есть линия чистоты, как я ее называю, вот этого пальца. То когда мы играем с вами... Оп. Я поставил сюда чик. Все струны ненужные я убрал этим пальцем. То есть никаких посторонних шумов уже нет. Оп. Все. И перешел в другую аппликатурную форму. В ля мажор. То же самое здесь. То есть как я уже говорил про этот аккорд. То здесь мы тоже с вами играем так, чтобы у нас пальцы, когда мы ставим на соседние струны, были оп-оп-оп-оп-оп. То есть мы во время игры пальчиками касаемся уже нижних струн. Здесь аппликатура абсолютно такая же, как у первого аккорда. То есть вот эта связка у нас... Вот она у нас. И наконец мы приходим с вами... ...в самый заключительный аккорд. Играем его. И тональность мы с вами берем в фа диез минор. Ну, во-первых, это удобный тональность для данного примера, потому что если мы возьмем ля минор, то получится... ...очень мелко. Поэтому в фа диез. И при этом, что когда мы играем с вами заключительный аккорд... Мы с вами играем ноту си открытую. И это дает нам время для того, чтобы левая рука у вас сразу же перескочила на фа диез, на 14-й лад. То есть и то же самое играем еще раз. После того, как мы сыграли второй раз, то в конце можно поставить аккорд фа диез. Любой. То есть можно... Ну, в смысле минорный аккорд. Либо это просто трезвучие. Квинтовая. Либо это какой-нибудь сапкордик. Либо там сдобавленная ступенька из какой-нибудь. Это уже на ваш вкус. То есть это не принципиально. Я надеюсь, что этот урок вам пойдет на пользу. И у вас все получится. Пока.